Друзья, всем привет! С вами опять Юрий Сербин. И в сегодняшнем видео мы с вами будем устанавливать механический указатель давления масла на японский трактор Янмар. Похожий, аналогичный указатель я установил у себя на мотоблоке Мотор Сич. Там тоже изначально не предусмотрена его установка, но через страничок можно было все это делать. Сделать, друзья, и наглядно вы увидите, какое давление масла реально у вас в вашем двигателе. Ничего не имею против японских инженеров, но многие меня знают, и это мои убеждения, что вот такой вот прибор нужно установить, так как трактор старый. И неизвестно, какое давление, друзья, в этом двигателе, который прошел уже, у меня получается, 1170 моточасов. Значит, в данном тракторе есть датчик аварийного давления масла. При каком давлении оно загорается? Ну, я думаю, меньше атмосферы, где-то так, порядка 0,6. Это тоже, как бы, мои домыслы. Я не знаю, на какое давление оно рассчитано. Но еще раз скажу, что хочется наблюдать и контролировать давление масла вот по такой вот стрелочке, друзья. По давлению масла на таком приборе, на горячую, на холодную, при работе, можно судить о техническом состоянии двигателя. Это всем известно, друзья, и я вам не буду об этом напоминать. Я вам скажу только одно. Когда при работе двигателя ты видишь, что стрелочка манометра стоит в зеленой шкале, душа потом спокойна. Прибор, который я взял, это оригинальный прибор от трактора МТЗ. Вот видно даже выбито. Made in Belarus. Сделано в Белоруссии. И такой вот печать стоит, друзья. Есть аналогичные такие указатели, только сделанные в Китае. И вот тут вот в этой части написано, сделано в СССР. Вот. Он по весу отличается, легче намного. И ценовой диапазон, друзья, тоже меньше. Вот этот вот оригинал стоит 400 гривен. А такой аналог китайский стоит всего-навсего 100 гривен. Ну и к этому указателю тоже взял шлангу давления масла, тоже от трактора МТЗ. Как объяснили мне продавцы, она складается с двух частей. Еще есть вторая половина, но вторая мне не нужна. Мне как раз вот эта вот шланга четко подойдет к моему трактору. С одной стороны такой штуцер под прибор, а с другой вот такая вот тоже резьбовая часть. На тракторе заводской аварийный датчик давления масла на лампочку стоит вот в этом месте. Сделаем такой переходник, который вкрутим в блок. И в сам переходник уже потом вкрутим датчик аварийного давления и саму шлангу под указатель давления. Сейчас снимем вот этот вот щиток и немножко здесь разберем, чтобы был хороший доступ к самому датчику. Значит, снимем вот этот вот соленоид, который закрывает плунжера электронно, то есть трактор глушит ключом. И потом уже дальше будем смотреть. У нас уже на улице похолодало, было минус один. Сейчас вот видите, этот датчик у меня выведен туда на улицу, там стоит. Затопил я свой паровоз, свою печь. Вот такие вот процессы там сейчас происходят. Эта печь хороша тем, что можно целые колоды, не рубанные, туда запихать. Но правда, чтобы изначально печь была хорошо растоплена. И тогда она горит там целый день, можно сказать. Вот так вот потихоньку. И вот теперь такая температура у меня в гараже. Очень комфортно и уютно работать. Я уже снял верхнюю одежду, как видите. А кто не видел, друзья, как я делал такую самодельную печь, классную печь, рекомендую. Я оставлю ссылочку под видео, там где это все происходило. Так что, кому интересно, заходите, смотрите. Ну что, работаем. Слиной этот сняли. И вот он, друзья, этот датчик. И рядышком, вот видите, идет шланг такой из блока. Вот он пошел, пошел, пошел. И идет к радиатору в нижний бачок, туда. Это сделано, друзья, для удобства слива жидкости. То есть, в тракторе есть только одна пробка для слива жидкости. Здесь даже есть наклеечка. Вот. Сливать жидкость здесь. При сливе охлаждающей жидкости вам не нужно искать на блоке никакой пробки или краника. Здесь только одно сливное отверстие. Я здесь заглушил такой вот тряпкой щуп, трубочкой, чтобы туда ничего не насыпалось. И пробуем, друзья, открутить. Легко пошел. Вообще без напряга. Вот такой датчик стоит. Для нарезания данной резьбы, друзья, нужны конусные. Вот такой вот метчик и плашка. Вот такое обозначение на метчике. И то же самое на плашке. Плашкой резьбу нарезать нужно только одной стороной, там где есть надпись. Так, ну вот, сделали такой переходничок. Это получается в двигатель закручивается. Сюда будет датчик на лампочку. А сюда указатель стрелочный наш. Значит, изначально, друзья, я вот эту вот конусную резьбу нарезал плашкой. То, что я вам показывал. А потом оказалось, что слишком получилось, ну как бы толстый. Толстый, толстый конец, вот этот вот. И не входит, я не мог наживить в двигатель. Заточил я ножовочное полотно, вот, с обоих сторон, чтобы было с острым углом зубья. И когда эта деталь вращалась в токарном станке, я вот эту вот резьбу немножко углубил, так сказать. И все. И теперь закручивается все хорошо. Сюда будет закручиваться шланг МТЗ. Значит, метчик 10 шаг 1. А сверху датчик на лампочку 1 дробь 8 на 27. Вот такой вот метчик интересный. Тоже отлично нарезалось. И теперь закручивается сюда датчик. Где-то до половины резьбы он заходит. Можно глубже прорезать метчиком. Вот тогда он еще глубже. Но я, чтобы он не перекрыл случайное отверстие, как бы вот так вот будет нормально. Ну и шланг МТЗ. Вот этот вот штуцер. Я прорезал дальше резьбу. И теперь мы сюда устанавливаем шайбу алюминиевую. И вот так вот все соединяем. Вот такая система, друзья, получилась. Здесь у нас грани. И здесь тоже грани под ключ. Так, закрутил в двигатель. Вот так вот покажу, как оно сейчас стоит. Шланг еще к манометру не подключал. Ну и расскажу такой нюанс, перед тем, как делать боковое отверстие в штуцере под датчик на лампочку. Нужно этот штуцер вкрутить в двигатель. Предварительно так более-менее подтянуть. И разметить сверху, чтобы накернить, чтобы было у вас отверстие вот это вот сверху. Потому что слева, снизу или справа он не очень хорошо встает. Вот, сверлим, нарезаем резьбу. Вот, вкручиваем датчик, зажимаем и подтягиваем. Друзья, у меня вот так вот получилось. То есть, еще места здесь хватает, если тянуть. Ну и у меня вот так вот получилось. Подтянул по диагонали он стоит. Провод видим, не натянут. То есть, провода хватает. Вот, и дальше сейчас будем устанавливать сюда вот он будет под зеркалом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА